I have ways of blowing things up Что звук Немножечко громковат Поэтому я сейчас подубавил звук самой игры Посмотрим, насколько это будет сбалансировано Теперь выглядеть Звучать вместе с моим голосом Я понимаю, что прошло уже несколько серий Пожалуй, надо было сделать это раньше Просто я это только заметил в прошлой серии Так что в этой серии будет Чуть-чуть другой баланс звука И как, что, пишите, говорите Лучше, хуже Потому что, опять же Все вы смотрите с разных девайсов С разными там наушниками, колонками У кого что происходит Я бы хотел узнать ваше мнение По поводу общей громкости И общего качества звука Как вам, где вам Жду ваших комментов Заранее спасибо Ладно Теперь ломаним дальше Без вас я никуда не ходил Я только что загрузил игру Мы с вами в прошлый раз проходили красные камни И пылающую кузницу Пылающие, да Теперь пойдем в пустынный храм Который мы нашли через каньон кактусов Нам сюда И нам говорят, что наша сложность Уже практически здесь Одна треть Ну, неважно Насколько бы я дошел Мне все равно дают Одну треть Ну, не одну треть А 1.3 Сложности Поэтому я, наверное, пойду сюда Разница в артефактах Не такая уж и большая 30-37 30-39 Рекомендованная сила Это 27 Это здесь Мы на 5 уровней выше А тут на 1 уровень ниже Нет, все-таки пойдемте на это, ребятки Мне что еще интересно Если мы сейчас Ну, не если Мы, скорее всего, сейчас Здесь качнем наш уровень В vowel Н воды Который Некроманцер Ого Это Некроманцер Верно Есть Немного И Немного Немного Element Пach СMania Ой Немного Некромант, ребятки, да, если что, привет, экзанимы, насчет некроманта, ну, кто понял, тут понял, если не, ребят, смотрите, экзанима есть у нас, там есть плейлист, пожалуйста, хотя почему-то у меня такое ощущение, что, ну, не такое ощущение, я это ясно вижу, что экзанимы смотрят больше, чем Майнкрафт, но, ребят, те, кто сейчас смотрят Майнкрафт, знайте, есть я экзанима. А, я их не ваншотаю, блин, а вот это печаль, муравьишек-то ваншотаю, ух ты ж, так, фиговые пауки, не надо от меня убегать, не надо. Блин, прикиньте, меня убить могу сейчас, ха-ха-ха. У меня такое ощущение, что я взял, 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 взял такую сложность, не надо у меня стрелять, вы что, дураки, что ли, совсем, хлебушек, дай. Блин, оно должно на выстрелы работать. Нет, я не это хотел, оно в дерево врезалось. Ладно. Сдохните. Ух, динамит-то в тему сейчас, кстати, был, ну, по крайней мере, второй. Напряжненько, напряжненько, а че я без ламы хожу? Иди сюда. Или ее убили. Или у меня и не было, что-то я не обратил внимания. Я сейчас стараюсь крайне мало использовать артефакты на души, по той простой причине, что вот эта вот лазерная пушка, тессеракт, которая у нас тут есть на номере 2, вот, нам очень сильно пригодится на боссе. И тут уже есть некроманты. Ребят, мне не хватает моей пушки. Мне очень сильно не хватает пушки, то есть урон очень маленький. Ну, я понимаю, что я на одну, ну, на треть сложнее стал, но все равно. 37. Урон в бою 60. Что у нас там было с... Блин, не подходи ко мне. Не подходи ко мне. У нас на молоте было 104. 106. 104. Это Глефа. Кстати, она у нас не прокаченная, а у нас есть на нее прокачка. Эхо, может быть, эхо в нее кинуть? Ну, я только один уровень эхо кинуть могу. Так, хорошо, добыча, шанс повышения добычи, что такое? 30-процентный шанс кратковременно сковать цепью, обездвижить группу мобов. Блин. Черт, ладно, давайте подкопим. Мне в любом случае сейчас хватит всего на один уровень, на самый начальный. Наверное, нет. Черт, вы лучники. Они берут и убегают от меня. О, стрелы. Стрел, блин, стрелы чуть не закончились, стрел мало. Это как вообще? Так, бутылка, ты стой. Лучше нам сюда надо подойти глянуть. А тут ничего нету, жаль. Бутылочку я жахну, чтобы восстанавливаться потихоньку. Да-а-а. Вот это весло сейчас хорошо угребет. Вот эти ребята, я уж не знаю, кто это каменные големы или нет. Я в майнкрафтовой мифологии так себе средненько разбираюсь. Но они сильные. Они сильные. У них прям дофига жизни. Вот эти вот моменты просто суперские, когда попадает свет снаружи в какую-то пещеру, в какой-то данж. И оно выглядит просто офигительнейше. Круто, мне нравится. Мне нужно что-то с луком придумывать, потому что лука у меня тоже не хватает. Палаш. Миночку, Палаш... Да, Палаш и Глефа это разные. Тут оно почему-то называется меч танцора. По сути, ребят, это Глефа, кто разбирается в оружии, те все отлично понимают. Палаш 67,99. Но у него типа урон 30 в секунду, потому что он медленный. Глефа у нас выигрывает только за счет скорости. 67,99. А ты у нас... 106. Давайте просто по приколу походим с молотом. Ну, то есть, что мы теряем, ребят? 104, 106. А почему этот 104, а этот 106? Ну, пофиг. Давайте. Глефа, она, конечно, уникальная. Все дела. Я ее никуда не выбрасываю. Она никуда не денется. Давайте просто попробуем с молоточком походить. Потому что эти ребята медленные. Большинство из них. И я думаю, что молоточком их тюкать будет как раз самое то. Давайте сейчас подхилимся. Сюрприз. Спасибо. А, это у меня где на броне срабатывает. Каждый раз, когда я выпиваю зелье, может заледенится какая-то штучка случайная. Ну, прикольно. Такой... Ой, блин. Вы че, чемпы, что ли? У него дальность хорошая у молотка. Мне пока что это нравится. То есть он, конечно, медленный, но по урону он очень хорошо вносит урон. Надо будет посмотреть, какие обилки я на него могу закинуть. И он, смотрите, как отбрасывает их. То есть момент шока очень классный. Они подбегают и отгребают буквально с первого раза. Хорошо, прикольно. Так, мы почти накопили полную шкалу на Тессеракт. Возможно, можно будет даже... Ребят со щитом я еще не видел. Они с палашами, они бьют меня первыми, потому что у них длинное оружие. Ну, как бы это логично. Нет, 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 чувак. Ну, смотрите, как с этими некромантами офигительно разбираться. То есть он только спавнит на тебя тучу всяких монстров, а ты их молотком... Опа, блин, елки, страшно. Давайте не надо так. Стрелы, чё? Так, сразу к этому надо. Найдите золотой ключ. Ну, хоть не золотую чашу, блин. Знаете, это такой немножечко печальный момент, когда у тебя есть какая-то легендарная пушка, и тебе говорят, да, она крутая, в ней крутые функции, ну, вот тебе простая пушка, она просто тупо сильнее по урону. Я такой, ну, я хочу носить легендарку, а они такие... А, не, чувак. А как мне тут теперь... А-а-а-а. Есть, понимать! Меня тут убьют сейчас. Почти. Ух, это было жестенько. А ты-то куда идёшь, блин? Лошара-палашара. Интересно, это меня с первого раза убьёт или нет? Не, карту показываю, что туда можно было дальше пройти. Давайте я ключ доточу и схожу туда ещё разочек. Вон ещё один палашник пришёл. Сбегали. Ладно. Давайте сходим, посмотрим. Блин! О, хама подлезла как раз под эту штуку, её прессануло чуток. Смотрите. Карта показывает, что там что-то есть. Так, эту штуку мы активировали. И там вроде даже за стеночкой были зомби. Возможно, туда можно как-то забраться. Давайте посмотрим. Уйди! Блин. Я ламу прикрыл. Ничего, ничего. Так, тут я не могу забраться. Может, как-то тут... Нет, нет, нет. Мне не дают забраться наверх, иначе было бы глупо насчёт золотого ключа вот этого. О, вот сюда вот можно пойти. Ха-ха-ха. Зачем-то. А, просто так. Оп, стоп, а, секундочку. А что, если... Да нет. Да, я по ним могу ходить. Да, блин, хватит меня лупить-то. О-о-о! Там лезвие, если чё. Лама, уйди! Её просто бьют. Ладно. Так, а что у нас? А, тут у нас какой-то данжик. Пойдёмте. Маленький. Маленький данжик. Не знаю, ребят, пока мне нравится молот. Смотрите, как он разносит. Просто... Да, это не быстро, но это эффективно. Люди улетают там просто... Ну, не люди, а эти... Просто с космической скоростью зомбаки разлетаются. Так. Ну, в принципе, пока всё устраивает здесь. Ой, блин. Мне ещё выгодно быть рядом с некромантом, потому что я его ещё и поджигаю вот этой аурой. Там кто-то ходит за с ними, пойдёмте посмотрим. Так что мне, в принципе, норм. Надо будет глянуть, какие бонусы у этого... Молоточка. Уровень. Здравствуйте. Так. Уровень-то я получить. Мне кажется, что генерируемый данж от этого никак не изменится, да? Да, ты можешь рожать сколько... Ох, блин, угодно, он меня убьёт сейчас. Фу! Блин, это опасно. Я вламываюсь в такие дебри, и меня там зажимают. Ну-ка, иди сюда. Да-да, вот этих ребят мы с первого раза бьём. Чего у нас не получалось с Глефой? Мы сейчас молоточки мы не добьём. То, о чём я и говорю, что... Здравствуйте. Мне явно сюда. Это... Вот эта вот карта, это одна из тех тайных подземелий, про которые я говорил, что их трудно найти, они генерируются только при каком-то... Случайном обстоятель... Случайных обстоятельствах. И я надеюсь, что это сейчас... Я открыл то, что нужно, и у меня откроется подземелье новое, ну, секретное. Я на это очень надеюсь. Блин, ну оно же там есть. Новое местоположение, да, ну вот же ж. А как туда попасть? И что я открыл? Так, погодите, там я нажал на кнопку. Может, надо несколько кнопок таких нажать? Сейчас, может, я что-то пропустил. Погодите, погодите. Раз уж... Да, да, да. Вот тут я пропустил. Видимо, надо было нажать несколько. Сейчас будем ходить проверять, потому что, ну, было бы обидно уйти отсюда сейчас. Да! Значит, их, по идее, должно было быть четыре. Нет, три, хватило. Все, мы открыли секретку. Суперски. Нижний храм. Так вот, здесь у нас есть пять секреток. Первую мы открыли абсолютно случайно. Вторую нам никак не удавалось открыть, но я просто не хотел сильно бегать по этому полю. И третью мы сейчас открыли тоже случайно. Получается, здесь четвертая и пятая. Но, как я вам говорил, ребят, из-за того, что система здесь такая, что нужно ждать именно нужной генерации карты, и это все вообще усложняет задачу, то, наверное, мы с вами не попадем во все секретки, мы попадем... Да, чтоб сюда. Только туда. Мы попадем только туда, куда мы сможем попасть вот так вот с первого раза. Ну, как в первую, как в третью, блин. Обязательно было мою ламу убивать, ты мелкий. Слендермен. Ой, палаш. Тридцать четыре, кстати, неплохо. Ну, там не стреляют, я знаю. Если что, я это осознаю. Стабли, ну где отсюда? Я свинину ем, между прочим. Я сильный. Дайте мне ламу. Вот эти, кстати, костры мне иногда тоже немного напоминают сундучки, я на них отвлекаюсь. Ну, да, я знаю. Не знаю почему, но так происходит. Ты кто вообще такой? Что за призрак был? Блин, ну и кого здесь бить-то, а? Шипотики не стреляются, они мощные. Какие-то такие марбалеты дальше, чтобы они там пальцем тыкали по курку. И все, и гагашечка. Скорость, как раз то, что мне нужно. Я пока даже на карты не смотрю, я хожу тут их, пытаюсь задавить авторитетом. Надо бы сейчас оглянуться, посмотрите. Я правильно иду, мне не надо правильно идти, я не хочу правильно идти, отстаньте от меня. Если мне туда, значит, пойдемте сюда. Все же логично, да? Такая логика подземелья. Если тебе туда, иди в другую сторону. Все нормально. Так, 22 уровень. Да, я крут. 37. 92, 134 на самом деле. 106. Вот, по демиджу не так уж и отличается. Скорость больше. 81, 90, давайте я вот это попробую. С палашиком походим. Да, слушайте, расстояние хорошее. Можно будет его сейчас качнуть. Скорость проигрывает. Но скорость и с молотом у нас была не очень. Скорость к... Скорость это скорее к глефе. Поэтому здесь насчет скорости жаловаться глупо. Это тяжелое оружие. О! Мрачные доспехи. Какие-то костяные. Круто. Давайте с вами глянем сейчас. Итак, 30. Мои лучше, да? 777. Душ собрано, плюс 50%. Ой, блин, а вот это круто. А здесь у нас поглощение урона. То есть так нас меньше бьют, хотя нас и так сильно бьют. Если я это сниму, меня вообще будут тут плющить, по-моему. А вот это вот и аура вампиризма. Мрачные доспехи пугают того, кто их носит из всех врагов во время битвы. Если бы такие уровни повыше найти, я был бы, пожалуй, доволен. Насчет прокачки. Что у тебя есть? Изыскатель собирает больше изумрудов. Пожалуй, нет. После победы над мобом вы получаете шанс вероятность 10%. Кратковременно вы получаете вашу скорость атаки на 50%. Аааа, слишком много если. Поджигатель мобов на 3... Поджигает мобов на 3... С секундой, причиняя постепенный урон. А вот это я хочу, пожалуй. А что у нас тут? А, тут опять же буйство. И есть шанс временно оглушить врагов. Шанс срабатывать 15%? Не знаю. Мне нравится поджог. Огненная форма. Нам хватит на 2 прокачки. Неплохо. Зачем я это сделал? В принципе, это работает. Ой, даггер! Нож-душ. Душ-нож. Нож пошел в душ. Даггер. Даггер это крутая тема, кстати. Это обычно ножи некромантов. И судя по тому, что мы здесь охотимся на некроманта. Даггер. Сейчас, я просто хочу подальше забежать, пока мне не закончилось зелье скорости. Все, норм. Тут мы можем посмотреть на даггер. А, церемониальный нож. Использующий магическую энергию, чтобы обуздав гнев, содержащийся лезвие душ. Мощь! Офигительная мощь. Блин, видите ли, там шкала мощи заполнена на максимум. Но, видимо, это каждый раз будет жрать мой источник душ, да? Это интересно работает. Но у меня просто на душу заточено два артефакта. И я бы, наверное, не хотел бы их так тратить. Хотя, как так? Не знаю, не знаю, посмотрим. Если попадется даггер с хорошим уроном, то я не вижу ничего плохого в его использовании. Смотрите, души у меня сейчас набираются-то прикольно уже, быстренько. Если бы меня еще не мочили так сильно. Да, серьезно, это я ношу доспехи с поглощением урона. Если бы поглощения урона не было, меня бы тут поглотили. Просто вот очень быстро. Я начинаю... Есть, вот есть слово сомневаться, знаете, там есть слово бежать, а есть подбегать или там хромать и подхрамывать. А есть слово подсомневываться. То есть можно сомневаться так сильно, а можно подсомневываться. Тут ясно, я такого слова нету. Просто опа. День не пройдешь. Почему этих скелетов... Блин, меня там трясут. Почему этих скелетов не бьет? То есть я могу пройти снизу, могу пройти сверху, да? На мое усмотрение. Чёртовы пауки за... 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 застагили меня именно там. Сфига ли я лучников стал забирать с четвертого раза? Это вообще как? Это законно? С четвертой стрелы убивать ручника? Ну это вы чё? Это где вы такое видели? Так, ладно, зелье скорости хапнули. Ха-ха, здравствуйте. Офигеть, чё за синий? Не-не-не, не надо меня к себе подталкивать. Офигеть! Сгорите, твари! Мне нужно, чтобы откатилось зелье. А чё я смотрю на них? Мне стрелять в них надо. Убьёт! Ух, не убил! Сколько? У меня 17 хп-шка осталось, ага. Я думал, всё. Этот так себе не может подталкивать? Да, этого я могу просто... А ну ничего, не всё здоровье восстановило. Ты серьёзно? Да ну эти потолкушки, ну его нафиг. Она уже их не убивает. Хотя нет, убивает сталкивать. Где? Вот ты маг мелкий, блин, чтоб тебя... Вот такое ощущение, как будто я его раздавил чем-то, знаете. Наступил... Вот эти кнопки, они срабатывают или чё? Почему они так переливаются? Или это не кнопки вообще? Чё происходит? И вот это вот сверху выглядит очень, знаете... Ну-ка, пойдёмте посмотрим. Ну, там кнопки. Вы хотите сказать, что я сдох? Почему? Ну, то есть, там же явно что-то есть. Это как вообще работает? Кристальчики взорвались такие, и всё, и просто. Ну, там же что-то есть, блин, ну не знаю. А чё, ламу опять прессанули, да? Блин, ладно. Лама... Ну, а она стрелок, конечно, но, по-моему, нужно будет смотреть на другие артефакты, потому что на этом уровне сложности... Или компаньоны должны быть сильнее, там же есть ещё уровень компаньона, все дела. Или просто нужно менять их уже на что-то другое. Посмотрим. Спасибо, блин. Да-да, хе-хе-хе. Так, я чё-то схавал, у меня чё-то восстанавливается, возвращается. Гори! Сгорит варь. Ещё? Да, ещё. Главное, некроманта быстро прессануть. Ну, вот этих восстанавливающих. Потому что они очень большое количество спаунят. Я понял, как у меня лама вздыхает, ладно. Она просто останавливается на ловушках, и всё, это такое... Ну, и пофиг, да? Типа, постою-ка я здесь. Припасы. Хорошо, что хлебушек дают. Спасибо. Спасибо. У ловушек тут просто гора и маленькая тележка. Зачем я сюда... Блин. Я нажимаю эти кнопки, я не знаю, это срабатывают ловушки по этим кнопкам, или... Ловушки, просто я зашёл, ловушки и так работают, вроде как. Я ничего не ломаю. Вот смотрите, хоп-хоп. Срабатывают кнопки. Ай, блин, больно. Ну, то есть я понимаю, что это тоже кнопка. Вот сейчас опа, да, и начнёт работать. Пауки больше всего, наверное, сейчас бесит. Вот он харкнулся и побежал, а ты остался, блин, стоять и смотреть на то, как к тебе летит всякая фигня. Спасибо. Причём они докнут очень быстро. Так, у меня опять дофига стрел, надо это потихонечку... Я не думаю, что... Ой, блин, нет. В смысле ты меня отталкиваешь? Я кого-то сейчас поотталкиваю, блин. Вы у меня сейчас все гореть будете. Всё, пока восстановил-ка не... О, там был сундук, где? Прикиньте, меня сейчас ловушкой убьёт. Вот это вот я ржать буду просто до слёз. Да яблочко. О, лучок. Лучок короткий, лучше, чем у меня. Ну-ка, 33. Хотя мой 30. 39, 58. 53, 60. У него чё, какая-то скорость абсолютная, да, в стрельбе? Оу, скорость офигительная и выстрелы. А что значит выстрелы? Ладно, надо будет потом подразобраться в этом. То есть здесь ещё какие-то, которые быстрые, они прям вот... О, привет. Я рад тебя видеть. Заспехи вора. А нам куда? А, нам туда всё нормально, значит. Пока мы идём в неправильном направлении, всё хорошо, потому что мы сможем всё исследовать. Я чё-то даже сейчас не подумал, что у меня динамит есть. Я мог просто в них зафигарить динамитом. И было бы проще. Ну, ладно. Так, паучок. Чупок, чупок, паучок. Крамокристальчиков. Ну, так сгенерировалось, ничего не поделаешь. Три. Три полоски это значит... Три полоски. Не-не-не-не-не. Всё, это проклятая песня. Нельзя. Это значит, что у меня три шкалы полных заполнено. Да? Или это... Как-то всё работает. Короче, на, здесь дохните. А, ну это чемпионы, типа, защита, скорость. Гори. Гори, гори, тварь. Призраки мелкие. Ты посмотри. Лесячие твари. Хм, что я тут делаю? Вот эта штука выглядит очень, знаете, такая... Ну, гляньте, это как будто спуск в подземелье. Это не подземелье? Ну, серьёзно. Ну, блин, не знаю. Ребят, пишите, кто знает, вот это вот была секретка сейчас или нет, которую я увидел. Оп. Меня чуть не прессанули. Уровень! Второй, кстати. Не, ну, когда они вдвоём накидываются, то прям жёстко-то получается. С магами совсем чем надо. Ну, вроде как, вот так вот полегче. И то, но у меня есть регенерация какая-то, не знаю, откуда она взялась. Наверное, какое-то яблоко подобрало или что-то ещё. Вот тут я горю. Горю, кстати, да, меня эти огоньки поджигают. Неплохо. У них синее пламя, у меня красные. Хотя, чувак, уйди от меня. Ладно, динамит есть. Большая лока. Ба! Да, динамит с ними неплохо разбирается. Хороший масс. Дэвид, сейчас, глянь, он спаунит. И давай валите отсюда. Давай мотай. Бам! Бам! Блин, меня убьёт, меня убьёт. Нельзя, 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 чтобы убили. А, они стреляют ещё каким-то говном. Я понял. Надо вот этого. О, яблочко. Круто. Нет! Не трогайте меня. Так, тайте мне хилочку уже какую-нибудь. Да ладно, блин, меня просто какой-то зомбак в глаз тыкнул. Да ладно, ну как так-то? Аж здесь. Я понимаю, что я доигрался, надо было отойти и подождать ещё секундочку. Ну, блин, ну просто так обидно было. Уйди. Не, всё, чувак, вам теперь хана. Хана, говорю! Сгорите все. Валял и ждёт! У вас тут четыре штуки, что ли, было? Ого, фига, так много вообще. Уйди. Ну, чуть-чуть не дожал, совсем же чуть-чуть. А, печаль. Та вот и до тебя сейчас уже. Стрелять-то в них бесполезно, потому что, ну, они там как живой щит. Как зомбаки живой щит. Это очень иронично звучит, мне кажется. Вот я щит опять нарываюсь. Давай, забираем его. Всё, пора. Фу-у-у. Ну, шо за выстрелы, блин, джемами? А-а-а. Знаешь, такой открываешь, ну, когда... Шрапнели с джемов. Так, пойдём стрелу-то заберём. Ну, опять же, это сказывается сложности, это сказывается моё нетерпение, и всё накладывается одно на другое. И, в общем, да, да. Так получаются проигрыши. Смотрите, учитесь. Это просто самоучитель по проигрышу. Не делайте так. Никогда. Так. Я сейчас ещё раз хаваю. Сюрприз. Отлично. Ну, долина, ну, этот коридорчик не долина. Коридорчик такой был, конечно, насыщенный. И, блин, я потратил души. Одну полосочку, да, получается, пока я их взрывал. Причём за взорванных мобов... За взорванных мобов не дают души. Эти души утеряны. Поэтому... Это... Ну, это немножечко печально. О, чё сейчас будет? Да? Ой, какой звездец сейчас начнётся. Ну, это явно босс. Ладно, давайте. Отправляйтесь за посхом. Вот, зелечка откатилась. Блин, может, мне восстановительный тотем-то взять? Ну, не знаю. Надо будет посмотреть. Ладно. Ой, главный Вася встал. Чёрт. Ааа, вот... Вот и я говорю, полный э-э-э. Ха-ха-ха, я тебе сейчас устрою. Убьёт, 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 убьёт. Нельзя стоять на одном месте. Никакого ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Бутылку откатите. Ну, смотрите, я его почти грохнул. Мне бутылку надо откатить. И чуть-чуть, ну, душ мне не хватит, наверное, чтобы его убить. Он лечится, не лечится, интересно. Бутылку дайте. Спасибо. Где он? Нет! Вы видели, сколько у него жизней? Ладно, у меня есть третья жизнь. Спокойно, спокойно, спокойно. Главное, чтобы жизни ему не вернули. Я здесь. Да, у него столько же жизней. Всё, короче, чувак, тебе кранты. Ну, опять же, я пожадничал. Да сдохни ты уже. У-у-у. Могиня, проклятие, уникальная глефа. Но, опять же, она хуже, чем... Ну, что вы мне даёте уникальные пушки, которые хуже? Вы чё? Вы как? Вы зачем? Стоп. А как туда? Сюда как-то можно попасть? Почему он мне показывает, как два зала таких, знаете? Ммм. Прикинь, тут ещё кто-то живой есть. Ты офигел? Лама-защитник на помощь. Я не могу туда никак пройти, хотя он мне показывает, что там есть два зала. Да, ребят, если это тоже секретки, и вы об этом знаете, пожалуйста, скажите, как, что, где я пропустил. Надо будет глянуть свой лут. О, яблочко. Что, блин? Та лопните нафиг. Блин, прикиньте, если он меня убьёт, это моя последняя жизнь. У меня закончились души. Твою за ногу. Я вот, да, заметил, у этой игры есть такой подкол, когда ты вроде как убил босса, у тебя всё хорошо. А, нет, чувак, на тебе ещё мобов. Или на тебе ещё мини-боссы, или на тебе ещё чего-нибудь. Короче, ну, ты думал, ты победил, но как бы не сразу, не всё так быстро. Офигеть, смотрите, как меня поджарили. Я оттуда не пойду, у меня последняя жизнь. И 500 стрел. Вот, дайте мне логику, зачем я оттуда бы пошёл. Я выложился на боссе, потому что, ну, типа, да, давайте боссы забьём, пофиг, ещё две жизни. А тут они такие, а, ну, нет, давай тут тебе ещё мини-боссы. Ладно, мы победили. Победа, победа! Вновь, опять же, арч-иллогер уничтожен. Победа, победа! 10, и мы поджигаем, неплохо так. Хорошо, вот это вот Глеба... Так, это на 36 палаш. А, это палаш тоже. 92, 134. 87, 127. Дополнительный урон нежити. О, а, минуточку, это тоже? Нет, а этот у нас дополнительный урон нежити. Этот палаш излучает мощную магию, отгоняя нежить. И колчан. Урон в дальнем бою 59, 6 с отката, сбор. Душ плюс один, требует душ. А, он сам плюс собирает души, и сам же тратит души. А, ха-ха-ха-ха. Заманчиво. Так, доспех вора, здоровья мало, скорость таки в ближнем бою очень крутая, лёгкие, удобные, слегка пахнут серой. Ну, потому что бомбы-невидимки, да? Давайте я, наверное, е... Блин, а что тут есть? Тут есть... Тут точно такой же есть огненная форма, а также есть ударная волна. Последняя атака в комбинации запускает ударную волну, сущую урон врагам. А вот это, кстати, интересно. Улучшить зарность, дает шанс 20% создать круговую зону, исцеляющую всех находящихся союзников. Пока не очень актуально для меня этот эффект. А, притяжение. Этот эффект притягивает находящихся на дистанции молву к точке попадания оружия. То есть, наоборот, к себе притягивает. Ага. Ну, смотрите, у неё меньше урон. Чуть-чуть. 92. Но я её одену, потому что урон понежить и увеличивается. Вот эту я тогда продам, чтобы у меня освободились очки, и тогда эти очки я вкину вот сюда. Сюда. И, наверное... А, это мощный. Это даже начальный стоит. Вот, я хочу вот это попробовать. Плачка стоит. Нам нужно... Видите? 104, 104, 153. Последний удар. Последний удар очень хорошо наносит. Давайте, да. Я думаю, что с этим палашом мы с вами походим. Даггеры. Даггеры, даггеры, даггеры. Так, сла... А, ин и лучок. Лучок, у него типа меньше... У него больше урона в секунду, да? 64, 64, 64. О, и зачем я так делаю? А вот этот, если мы поставим... Ну да, ребят, смотрите. Он как бы урона-то меньше наносит, но он просто вжаривает по-страшному. Ты у нас... У тебя бесконечность есть. Тут есть два навыка. Замедленный выстрел. Каждый несколько выстрелов попадается один заряд. Замедленное действие, взрывающийся через одну секунду после попадания. Наносящий 100% урона ближайшим мобам. Блин, вот это очень крутая обилка. Ага. Бонусный выстрел. При любом выстреле так же происходит. Второй выстрел ближайшего врага. Тоже очень крутая обилка. Бронебойность. Выпущенная стрела иногда приобретает бронебойный эффект, позволяющая им проигрывать несколько мобов. Блин, круто. Повышает отбрасывающий эффект. Вообще замечательно. И выпущенный снаряд возрастает в полете на седопланетях. Блин, просто, просто шоколадно. Да. Я возьму этот лук. Вот этот уж извини. У тебя шесть вкинуто в тебя. Я разберу. Потому что мне нужно каким-то образом... Давайте, наверное, каждый пятый. Каждый четвертый. Каждый третий. Я буду их просто взрывать. И скинем... Нет, я не буду сюда пока один закидывать. Потому что я хочу поднакопить немножечко. Так, у нас тут вроде как... Что-то изменилось, что ли не изменилось? Где-то как-то... Не? Ой, там сундук есть. А как мне к нему попасть? Я хочу сундук. Пустите меня к сундуку. А я могу сюда просто спуститься. Красота. Забрать, конечно. Ха! Неплохо. Я могу просто сюда спуститься. Ну и, наверное, же просто отсюда подняться, да? Да, да. Тут ступенечки есть. Хорошо. Ладно, ребятки. Давайте тогда на этом серию-то будем заканчивать. У нас должна была открыться бонусная миссия. Да, нижний храм. Вот она. Мы тогда пойдем сюда. И... Поэтому пойдем, наверное, в залы Высокоблочи, если мы успеем. Посмотрим, как это все будет происходить. В общем-то, это у нас... Вот у нас первая была секретка. М-6 пещера. Вот вторая. Вторая секретка. Вот третья. Где-то есть еще две. Ну, посмотрим. Как пойдет, так пойдет. Поэтому давайте на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok